Добрый вечер! Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала! 100 тысяч долларов под солнцем. Фильм маститого французского режиссера Анри Вернея. Рубрика «Жемчужины кинематографа». Продюсер фильма Ирине Лериш, Ален Пуаре. Авторы сценария Мишель Адиар, Марсель Джулиан, Анри Верней. В главных ролях Жан-Поль Бельмондо, совсем еще юнец, Лина Вентура, Бернард Блие. Лента сделана в жанрах комедия, приключения и боевик. Фильм создан на кинокомпании «Гамон» в 1964 году в момент появления на горизонте Битлз. Очень давно. Итак, вкратце сюжет картины. Нарисована некая транспортная компания, что производит перевозки где-то в Африке, среди камелов, оазисов и песка. Руководит ею колоритный персонаж под имечком «Свекла» из-за красного цвета лица, вызванного диабетом. Ему ставят укольчики, дабы он и дальше мог жить и наслаждаться всеми благами. А вот работники его конторы также наслаждаются, но не благами, а тем, что получают хоть какие-то денежки, которых хватает, дабы подержать спадающие штаны. Да еще нас жатся местные вонючки-забегаловки дешевого пойла с целью забыться и хоть на миг почувствовать себя кем-то или чем-то. Они постоянно, это видно в начале картины, постоянно друг перед другом чем-то бахвалятся, пусть самыми ничтожными, как говорится, достижениями. Кто-то там оттрахал жену какого-то итальянца, кто-то там на машине куда-то забрался, ну короче прославится хоть чем-то, настолько убого скучна их жизнь. Вам это не напоминает будни современной рашки? А мне вот очень сильно напоминает, отчего народ у нас так сильно келдырит, а вот по причине сумасшедших таких зарплат в 300 долларов, которых хватает, чтобы не подохнуть с голоду, и на этом точка. Работники брюквы поступают точно так же. Чем еще заняться, если денег в карманах кот наплакал, и вы можете и пить, или не пить, еще можете плевать в потолок в дешевых номерах и снять дешевую шлюху за несколько десятков долларов. Сильное развлечение. Все ведь дело в соотношении, как говорится, зарплат, стоимости товаров, и еще в доступности тех же кинотеатров, наличии свободного времени. Отчего-то в Союзе люди выпивали гораздо менее. Они все больше ходили в кино, в театры, ездили на юг в санатории, и таким образом проводили свободное время. А теперь нет ни времени, ни денег, да и отпуск дают только руководители контор сами себе. И как же тут не пить? Чем занимать досуг? Правда, есть еще такое развлечение. Многие день и ночь напролет сидят, играют в компе, в онлайн игры. Но это опять же лишь уход от реальности, такое бегство из этого вот мира. А по сути-то большинство людей в России могут позволить себе сходить в магазин за водкой, банкой тушенки. Еще они могут выйти во двор и обозреть там живописные виды, как говорится. Ну что там можно во дворе-то увидеть? Пару машин, сугробы снега и мусорку. Офигеть! Поехать в самый дешевый санаторий в Новосибирской области сейчас обойдется в районе 30-40 тысяч тугайков. А ведь именно столько и получает у нас большинство людей. Хорошо зарабатывают только работники банков, чиновники и депотуты. Ну те-то развлекаются по-другому, конечно. Но продолжим рассматривать фильм Анри Вернея. Свекла замыслил хитрую аферу. Он нанимает совершенно нового водителя и покупает для этих целей только что купленный новый грузовик. Груз на грузовике непонятен. Известно только, что доставляют его в пункт мусора. Сразу возникает такой вопрос. А зачем понадобился новичок, если в наличии такие зубы своего дела, как Рока, которого играет Бельмондо, Лапоть, герой Лина Вентуры и прочие, отрубившие на дорогах не менее пяти лет, а то и более. Получается, что что-то мутное затеял директор Кастальяна. Поэтому он и нанял некого Шнайдера, паспорт у которого сделан настолько плохо, что директор смеется, просматривая этот паспорт, как говорится. Видно, что это фальшивка, причем очень дешевая. Итак, герой Рока, прожженный парень, просекает дело нечисто. И подпоив Штайнера, уводит грузовик с товаром. И подцепив некую дамочку, едет навстречу судьбе. И как он думает, большим деньгам. Папаша Свекла оказывается в дураках. Поэтому он вызывает вчерашнего товарища Рока, лаптя, и, посулив тому 2 миллиона долларов, поручает догнать Рока любой ценой и доставить товар по назначению. И вот они едут по дорогам Африки, завязая в песках, по горному серпантину, и строят друг другу козни. Вчерашние друзья, а теперь вот враги. Ибо виной всему деньги. Сумасшедшие деньги, на которые можно наконец-то жить, а не существовать. Естественно, что каждый хочет счастья только для себя, а не для кого-то там абстрактно. Рока идет ва-банк. Он внезапно тормозит и уделывает грузовик лаптя буквально всмятку. Ему некогда миндальничать, на кону вся следующая жизнь. Когда, наконец, бывший друг догоняет его, парень достает винтовку и простреливает ногу, не кстати подвернувшимся Шнайдеру. Штайнеру, господи. Некогда ему возиться. У него остались только последние проблески какой-то морали. Все, что его заботит, это то, чтобы лапоть и прочие не путались у него под ногами. Он стремится к своей мечте. Да и что сказать, деньги испортили не таких людей, а уж простому водиле, который не видел ничего, кроме вечной работы, дешевых забегаловок и шлюх. Они, конечно, удали в голову конкретно. Беда только в том, что он так и не получит вожделенные золотые горы. И когда лапоть настигнет его, наконец, в мусорах, и они здорово отделывают друг друга в бассейне, Рока поведают, что денежки уплыли. А так всегда. Когда человек пускается во все тяжкие, нарушает все божеские законы человеческие, то получает лишь улыбку дьявола. Не более, ибо сделки с сатаной всегда расторгаются внезапно и без соблюдения условий. Как говорится. Смотрите прекрасную картину, наслаждайтесь игрой актеров. А я прощаюсь с вами, до новых встреч.